Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Любое вязание начинается в составлении схемы, либо выкройки. Сейчас мы с вами в программе Книд Стайлер построим выкройку жилетки. Определитесь длиной и шириной. Наша жилетка достаточно широкая и не длинная. Она только немножко ниже талии, чтобы когда вы наклоняетесь, не задиралась выше пояса. Поэтому длина моего изделия 55 см, ширина половины 50 см. Поэтому создаю квадратик и, соответственно, вот это выкройка моего изделия. Резинка снизу представляет из себя 15 см. Она достаточно длинная. Итак, это резинка. Сверху от основания шеи вниз посмотрите, какой высоты вы хотите тоже видеть резинку. У меня это 20 см. То есть на вязании собственного узора остается совсем немного места. То есть такой вот шарик посередине, сверху и снизу у нас получается резинка. В принципе, я бы сдвинула немножко вверх. Так, вот такой вид выкройки. Это резинка, это узор, это резинка. Сейчас мы верхнюю резинку разбиваем на горловину, то есть рисуем горловину. Половина это 25 см, вот это точка горловины. Вниз уходит на 9 см. И стороны по 6 см. Горловину можно выполнять квадратной, можно делать круглой. Но поскольку у меня резинка, я бы пошла самым простым путем. То есть у нас будет капюшон, он прекрасно впишется даже в небольшое закругление. Его можно было бы и в квадрат вписать, но мы не будем в квадрат. И так мы немножко нашу выкройку сейчас усовершенствуем. Итак, у меня есть вот это вот место горловины. Минус 9. Вот такая вот выкройка. Можно было бы так и оставить. Но мы не будем. Здесь у меня 6 см, я беру половину, 3 см. Так, и здесь 3 см. Чем-то стерлось. И наверх 3 см. И теперь соединяю эти точки. Убираю эти... То, что не нужно, убираем. Это выкройка переда. Естественно, для того, чтобы вязать в программе, делим на 3 части. Каждую часть мы провязываем либо по своей... По разделу вязания, куда мы переносим после проверки в разделе рисования. Данная выкройка некорректна для вязания, потому что у нее есть лишние линии. Поэтому делите ее на части, заводите в список для вязания и после этого провязываете. Но в принципе настолько простая выкройка, что мы можем вязать ее без раздела вязания. То есть мы построили ее в книге, просмотрели все мерки и можем теперь подставлять. Поскольку все равно у меня будет петельная проба. 15 см умножаем на петельную пробу и все. Ориентир идет по средней части, по узору. Резинки подстраиваются по количеству петель. То есть в течение вязания мы количество петель не меняем. Основа это узор. Резинка будет иметь столько же петель, сколько узор. Количество рядов определяется по петельной пробе. Знаете, сколько у вас рядов в одном сантиметре, подставляете на 15, либо с какой длины вы делаете свою резинку. И такое количество рядов получаете. Меняете плотность, либо не меняете, это вам решать. Я буду менять. Но в нашем изделии есть еще один нюанс. У нас есть посередине, полотна, полоса. Полоса будет касаться только двух верхних частей. Резинка будет вязаться как есть, а узор и верхняя резинка у нас будут поделены полосой. Полоса представляет из себя, давайте 14 см. Здесь у меня 12 см. Значит, точку добавляем 1 см. Давайте 2 см. Широкую полосу сделаем. 14 см. 2 см. И 2 см. Дальше. Смотрю, какая тут высота. 70 см. Так, почему 70 см? 40 см, конечно. И получается, что вот здесь внутри мы с вами вяжем по расчету кулирки. Опять же, поскольку я буду выполнять все это единым полотном, двухфонтурная машина мне это позволяет. В середине я буду вязать кулир по краям резинку. Смотрите, как вам легче рассчитывать. Количество петель у меня определено. Здесь по узору, здесь по узору, здесь по кулирке. Очень сложно, но с другой стороны, если вы хоть немножко разбираетесь в выкройке вязания, вам будет понятно. Так, объясняю. Бока мы считаем по узору. Здесь вот два узора. Количество петель. Середину мы считаем по кулирке. Количество рядов у нас будет одинаково. Считаем по узору. Провязали. Дальше. Меняем узор на резинку. Меняем узор на резинку и вяжем дальше. Не трогаем кулирку. И на кулирке мы выполняем с вами убавки. Убавки делаются по-простому. То есть вы делите на три части наше полотно. Можете на три, на четыре. Каждую четверть, как придется, небольшими уголками убавляйте. Не надо по расчету, не надо ничего делать. Нам самое главное сгладить вот этот прямой угол. Капюшон прекрасно впишется в любое закругление. Эта часть у нас построена. Сейчас мы выполняем спинку, потому что выполнять. Обе детали мы будем единым полотном. Сделали. Вот эту часть. Сейчас мы ее немножко увеличим. На спине мне такой вырос, естественно, не нужен. Я его, само собой, уберу. Смотрю, какая тут высота. Высота 6 см. Значит, вот эти части мы поднимаем на 6 см. Ну и здесь можно тоже немножко на 1 см. Все. Собственно, выкройка готова. Дальше, по поводу кулирки. Сзади мы не будем выполнять вот такую вот странную конструкцию. Так, наоборот, вписываем в экран. У нас совпадать будут вот эти вот части. Поэтому вот здесь вот мы немножко опускаемся ниже горловины и перекидываем на резинку. на вязание резинкой и узором, соответственно. Поскольку у меня плечевая, как бы плечевой шов, которого в реальности не будет, является центром симметрии, количество провязанной резинкой у меня совпадает спереди и со спинки. По переду и по спинке. Поэтому могу перейти на резинку, немножко опустившись ниже горловины. Вот несколько рядочков провяжу кулиром и перехожу на резинку. Таким образом я и спину подтяну, она будет немножко поуже, чем перед. Это уже хорошо. И мне не нужна совершенно вот эта вот полоса кулирки посередине. И когда мы выходим на вязание узора, мы тоже все вот эти вот петли ставим в узор и провязываем. Дальше переходим на резинку, либо провязываем резинку по отдельности и подшиваем к спине, если вам критичен хороший край резинки. Поэтому идем вязать. Сложного тут ничего нет. Выкройку я оставляю для себя вот таким вот образом. Если вы не можете вот таким образом понять, рисуйте от руки. Еще раз рассказываю. Вяжем резинку. Дальше переходим на разбор на узор с одной стороны, узор с другой. В середине у меня будет кулир. Давайте вот эти вот. Беру точки, кстати, будет проще. Очень много поперечин ненужных. Все, вот эта выкройка мне уже нравится. Итак, провязали резинку, перекинули на узор, провязали резинку. На кулирке оформили горловину, перешли на резинку, довязали до узора, перешли, провязали узор и закончили резинкой. Это и есть выкройка нашей жилетки. Резинка идет по верхней части и по нижней середине узор.